вот 1,2 миллиарда ушло как раз на вот эту ракетную и дроновую атаку комбинированную приблизительным подсчетом на наши головы но мы каждый день видим как россия живет в бараках вместо домов в разрушенных клозетах из трех досок как яйца эрдогана азербайджана всех уже везут потому что свои втридорога если не вообще там остаются где-то по регионам а вот эти 1 и 27 миллиарда долларов они лучше бы было их не нам на головы в виде кровавых ракет которые забирают жизни десятков людей и сотен раненых может их вложить бы во что-то было почему почему бы этим не заняться и когда смотрят вот эти из клозетов но все-таки что не что-то читают и видят хоть когда-то им это никак не беспокоит они будут продолжать радоваться и просить еще больше убивать нас вы знаете да вы знаете да это вот очень странный ответ это очень странная логика да представьте себе бывшему советским людям которые сейчас живут в россии гораздо более важно ложнопонятые величие страны для них величие страны это чтобы нас всех боялись чтобы нас все боялись чтобы мы не боимся опять пошло что-то не так понимаете ведь кто герой герой тот кто входит пьяном в кабак и все шара ходится вот молодец да вот вот это вот да мужик все боятся за бабой с топором бегает там дети под лавкой сидят милиции страной обходят вот народный герой если сильно перекручиваешь любые гайки любые механизмы то это все может лопнуть и дать трещину неужели нет того предела до которого путин будет закручивать свои репрессивные гайки своей репрессивной машины чтобы она или не лопнула или не поехала в обратную сторону против него же самого вы знаете конечно изменения серьезные изменения потрясения в россии абсолютно неизбежно тут тут ничего не не поделаешь что называется тут врагу не пожелаешь что что будет со страной это очевидно к сожалению и мне кажется нельзя этого не видеть вопрос когда когда это рванет то что рванет при нашей жизни то что мы с вами увидим то что рванет не так уж на самом деле не скоро это да да россия беременна гражданской войной безусловно причем это гражданская война там между не знаю там хорошими белыми и еще более хорошими красными или наоборот а это будет борьба красно-коричневых с коричневыми вот такое и и на самом деле конечно прошло давно прошло то время когда могли быть какие-то изменения можно сделать терапевтическим способом потом хирургическим способом сейчас уже никаким способом этого не сделать все слишком далеко зашло слишком далеко зашло а главное что будет идти дальше я когда разговариваю вот сейчас с украинцами слава тебе господи просто прибавляется я бы сказал бы хороших знакомых я очень боюсь говорить слово друзья потому что ну это не от меня должно идти и когда мы разговариваем и мы как-то все время говорим о том что ну путин же в любую секунду может пойти на киев на киев на мобилизацию в открытую будет увеличивать действительно или не будет в этом необходимости или тоже будет действовать исходя из ситуации на украинском фронте мне кажется что путин может себе позволить уже в россии делать все что угодно уже вообще все что угодно совсем может ли он пойти по двогоднюю ночь на киев да может может он объявить мобилизацию может а может не объявлять может можно без любления мобилизации забрать всех частично эта мобилизация действует а если будет забрано 99 и 9 ты говоришь тоже часть это же не сто процентов не полная мобилизация что вы такое говорите то полная мобилизация может сделать до выборов может может сделать после выборов может здесь у него не существует мне кажется уже давным-давно вот этого а это на новый год а это я ставлю на после выборов нет нет он может позволить себе абсолютно все это удивительно наблюдать как человек наглеет все больше и больше это удивительно